Чем недовольны и на что более всего жалуется казахстанская сторона при взаимодействии в общем экономическом пространстве? На то, что российские компании действуют на казахстанском рынке свободно, а вот казахстанским предпринимателям в Россию трудно пробиться. Евразийская экономическая комиссия утвердила такие стандарты качества продукции, которые по силам только крупным и продвинутым компаниям, а вот нашим мелким производителям до них не дотянуться. Казахстанский экспорт внутри ЕАЭС снижается в большинстве своем из-за административных преград. В частности, в НПП от Амикен насчитали 85 таких барьеров. Ограничение транзита через территорию России на территорию Украины, приполные бюрократические проволочки для поставщиков молочной продукции, сложности с выходом на рынок алкогольной продукции на рынок Белоруссии и России. Но и это еще не все. Импортер российский предприниматель имеет преимущество перед нашим экспортером. НДС в России 20%, у нас 12%. Вопрос задают, как с этим дальше быть. Российский предприниматель имеет большие возможности для продвижения своего товара, для рекламной работы и так далее. Кстати, казахстанский экспорт в Россию почти в три раза меньше, чем поставки российских товаров и услуг в Казахстан. Прошлый, 19-й год, например, дал такие результаты. Экспорт Казахстана в РФ 5,5 миллиардов долларов. И импорт из России 14 миллиардов. Итого, сальдо торгового баланса для казахстанской стороны ушло в минус на 8,5 миллиардов долларов. И не будь у нас торгового перекоса именно с Россией, с макроэкономикой все было бы гораздо лучше. Министр Доленов не стал отрицать очевидные вещи. Ряд вопросов все равно есть. Мы называем их серый список, алкогольная продукция, подакцизная продукция, расследование антидембинговых пошлин, вопросы предоставления конкуренции и вопросы госзакупок, вопросы доступа к государственным закупок, разные информационные системы, разные цифровые, электронные подписи и так далее. Да, положение Казахстана в Евразийском экономическом союзе пока для нас невыгодно, в силу сегодняшнего фактически только торгового формата ЕС. И в силу нашей неспособности успешно торговать чем-либо еще, кроме природного сырья, которого и в той же России достаточно, говорят эксперты. Боуржан Шейхмед, Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.